Всех вновь рада приветствовать на своем канале. Напомню, меня зовут Ирина, я таролог и психолог. И здесь я работаю для вас. Ну что, пришло время заглянуть в недра его души, посмотреть самые тайные мысли и чувства к вам. Итак, мысли человека в данный момент по отношению к вам. Ощущение освобождения от какой-то сложной ситуации. Человек находится в предвкушении. Может быть разговоры с вами, может быть личные встречи, да. То есть общение какого-то. В ожидании общения. И он готов вам сказать, что он победил какую-то ситуацию. Что он как будто бы выполнил какие-то условия. И так может проиграться. Ну то есть он готов выйти с вами на контакт. Достаточно позитивные у него сейчас мысли. Карта радость выходит у нас. Которая говорит о том, что человек настроен по отношению к вам позитивно. Но и внутри как будто облегчение у него. Как будто камень с души упал. И вот он готов к взаимодействию с вами, к общению, к личной встрече. Ну в общем-то. Вот так. Так. Дальше смотрим. Да, он хочет вам написать. И скорее всего напишет. Карта письмо. Может означать звонок, телефонный переписку по интернету. Ну вот общение, да. Как я уже сказала, он готов к общению. Он готов к контакту, к дипломатии. Ну в общем-то. Что называется, время пришло. А его немного беспокоит разговор, который между вами будет. Он понимает, что рано или поздно он состоится. Немножко его это печалит, беспокоит, гнетет. Ну потому что он понимает, что между вами сложная ситуация. И восстановить все будет непросто. Что-то боится, опасается, что вы не пойдете на контакт. Или что-то пойдет не так при вашей встрече, при разговоре. Боится. Боится как-то вот, что вы будете показывать свою принципиальную позицию, свой характер. Ему бы этого не хотелось. Ему хотелось бы понимание от вас, желание, ваше желание войти в его ситуацию. Ну как-то так. Он хочет, да, чтобы вы его поняли. Некая женщина сделала так, что у него проблемы. У него как будто выхода не было. Вот он приставил пистолет к виску. Это ситуация какого-то крайнего отчаяния. Безвыходная ситуация, когда он по-другому поступить не мог. Понимал, что по отношению к вам поступает в некоторой степени подло, нелицеприятно, некрасиво, но по-другому он поступить не мог. Не мог. Женщина, некая женщина как будто бы требует от него ставить свои условия, требования, ты должен сделать вот так и никак. И прямо сейчас. Поэтому он должен был быстро принять решение. И самому от этого больно внутри, неприятно. Женщина понимает, что обидел вас. Ну вот, как я уже сказала, сейчас, на данный момент, все-таки уже идет у него освобождение от этой ситуации. То есть уже прошло время определенное, да, что-то, возможно, поменялось в этой ситуации, и он готов выйти с вами на контакт. В ближайшем будущем. Да, женщина здесь выходит как противник, как враг, как препятствие на пути развития ваших отношений. Как завистница может так быть. Именно как элемент зависти идет, как желание поставить на вашем пути какой-то камень, преткновение, вот сделать так, чтобы создать вам сложности, в общем, какие-то, да, создать препятствия, чтобы навредить как-то. Здесь однозначно проигрывается намеренное вмешательство в ваши отношения, но воздействовали на мужчину, не на вас. То есть карта выпадает так, что рядом с мужчиной это женщина. и через него она как бы вас рассорила, разорвала ваши отношения. Сделала так, что мужчина, да, принял такое решение о расставании, об уходе. Да, он желает встречи, он протягивает вам руку помощи, жест примирения с его стороны. И очень хорошо к вам относится карта дружественная такая выпадает. Будет пытаться помириться с вами, хотя бы контакт установить. Хочет нормального общения между вами, взаимопонимания. Будет встреча, да, в ближайшем будущем будет встреча, однозначно. Так. Ну, видите, как четко карты сегодня говорят нам. Карта ребенок, любовь и ваша карта. Триада прекраснейшая, которая говорит о новом начале, о новом начале там, где когда-то была смерть, где когда-то была поставлена точка, да, был разрыв отношений, идет новое начало. Вы этого можете не ждать или как-то думаете, что уже все потеряно, отношения невозможно восстановить, но здесь у меня идет новое начало, однозначно, новая любовь, ну, в смысле того, что здесь именно после разрушения, как восстановление отношений после разрушений. После действий разрушительных, да, если подробно прочитать две карты, после разрушительных действий недруга, да, кто недруг, я вам уже говорила, это женщина, женщина. Да, было тяжело, душевная боль, переживания, ощущения безысходности, как будто на цепи сидите, не можете сделать рывок вперед, а хочется на свободу вырваться, хочется какое-то движение сделать, изменить ситуацию, потому что душевная боль. но это уже прошлое, это прошлое. Вы узнали, что он с другой женщиной, возможно, там брак, потому что карта, указывающая на стабильную женщину, не выходит, на жену, супругу, неважно, гражданская жена или официальная, но там отношения, которые основаны на коммерческом интересе, на материальных каких-то вопросах, и там ожидание, вот, если сейчас он еще с ней рядом, там как будто чего-то ждут, ждут разрешения материальных вопросов каких-то, возможно, ждут каких-то документов, бумаг, потому что мне выпадает карта сообщения посыльные карта, вот ждут новостей, может быть, каких-то, откуда-то из официального учреждения, и как будто затягивается процесс, карта долгий путь, никак не разрешится что-то. На удивительные карты, конечно, смотрите, деньги, какие-то материальные ценности, какие-то коммерческие интересы повлияли на ваши отношения. Но после того, что было всё сожжено, после того пепла, после таких серьёзных разрушений у вас идёт момент примирения. Примирение. Вам всё разрушили деньги, карта денег идёт. Какая-то ситуация финансовая, внезапная. Со стороны мужчины идёт как будто бы какая-то неприятность получения новостей неприятных, связанных с материальной сферой. И это повлияло на то, что в отчаянии принимает решение разорвать отношения с вами. Не знаю, как-то так идёт. подуспокоился уже мужчина, переживал, конечно, поначалу, но сейчас подуспокоился. чем он занят, может быть. Встреча с друзьями, с какими-то людьми, близкими, которым он доверяет. Доверительное общение, лёгкое, непринуждённое общение. Карта ищущие удовольствие выпадает и карта мужчины. И карта утешения, то есть он ищет утешение в компании друзей, каких-то людей, где ему приятно, легко. Ну, в общем-то, вот так он и живёт. Если он в отношениях сейчас, то и женщина старается уйти от неё под любым предлогом. там, говорит, я на работе, я занят, у меня много работы, отмахивается от этой женщины, от стабильной женщины. Но сам он где-то вот расслабляется, проводит время, весело, там, где шутки и юмор, в общем-то, вот такой момент. Ну, мысли о вас. понимает, что многое потеряно, восстановить сложно, но мысли о вас есть. Желает правильно выйти из ситуации, которую создал сам. Ну, по сути, он по своей слабости попал вот в тот лабиринт, в котором сейчас находится, из которого никак не может выйти. То есть, некая женщина, да, повлияла на него, поставила какие-то условия, надавила в чем-то, наверное, такая властная женщина. но он сейчас ищет выход из создавшегося положения, но не совсем честным путем. Знаете, как-то хитренько хочет выйти из положения, хочет выйти сухим из воды. Понимает, что перед вами виноват, но вины своей признавать не хочет, не желает, хочет правильно выйти из ситуации, не потеряв собственного достоинства. Терять вас не собирается, отпускать отношения с вами не собирается. Получите сообщение, повторюсь, от него, какой-то звоночек, какую-то информацию, смс, что-то приятное, долгожданное, да, как сюрприз для вас, элемент неожиданности, ух, как подарок, как что-то для вас дорогое и ценное. Вот вы ждете, видимо, этого его шага по отношению к вам, и вы его дождетесь. Получите долгожданную смс, звоночек, вот, будет элемент неожиданности, но приятный, приятный элемент такой. Да, ну, конечно, что-то он вам скажет, и вы потом задумаетесь, что-то вам делать дальше, что-то будет предлагать, предлагать, как-то ваша жизнь уже немножко стабилизировалась, устоялась, прошлое, кто-то, может быть, уже отпустил даже, поэтому будете задумываться над тем, что же вам дальше делать, когда человек появляется вновь. Понимаете, что есть шанс восстановить отношения, да, будет смущать какой-то момент, да, что-то вас будет немножко беспокоить, может быть, прошлое, да, здесь, если вам, вы хотите восстановить отношения, вам просто нужно отпустить, забыть все то негативное, что между вами было, и тогда у вас будет шанс поднять бокалы, отпраздновать свою победу, победу в этой сложной ситуации. Вот такой расклад сегодня. Как всегда, жду ваши обратные связи с большим нетерпением. Читаю ваши комментарии обязательно. И прощаюсь с вами до следующих раскладов. Пока-пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова